Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Антон Флёров, и мы начинаем нашу очередную передачу Института театра, посвященную прагматике культуры, которую я неизменно веду вместе с Андреем Паршиковым, куратором фонда ВИСИ. Андрей, привет. И наш сегодняшний разговор посвящен вопросу планирования в организациях культуры. Очевидно, что локаут сократил горизонт планирования до какого-то совершенно медицинского масштаба. Мы там с утра смотрим новости и реагируем, пытаемся делать хоть что-то, что-то смонтировали, выложили, что-то сдизайнерили и тоже открыли доступ. Но одновременно у нас есть в организациях культуры какие-то планы, которые все-таки на осень, и осень тоже с катастрофической скоростью приближаются к зоне риска, а есть виды деятельности, которые в принципе плохо поддаются краткосрочному планированию, и к ним относится музыкальный театр. Продукция музыкального театра требует все-таки долгосрочного планирования, не потому что это огромные художественные и технические сотрудники, команды, не только потому что это огромный продакшн, но это еще международное сотрудничество, соответственно, визы, авиаперелеты. Именно поэтому нам показалось адекватно поговорить о планировании в современной ситуации в организациях культуры с директором Московского музыкального театра Станиславского Немировича Данченко Антоном Гейтманом. Антон, привет! Да, привет! Можете нам сказать, какой горизонт планирования в музыкальном театре в нормальном состоянии, в нормальном режиме, и как он меняется сейчас в связи с кризисом, с вирусом? Ну, в нормальном, в мирное время это 36 месяцев, три года в нормальное время. Сейчас очень трудно сказать, потому что сейчас вообще планировать ничего невозможно, мы находимся в ситуации полной неопределенности, поскольку мы очень интегрированы в, но не только наш театр, вообще музыкальный театр очень серьезно интегрирован в европейский, в мировой музыкальный процесс, и поскольку пандемия коснулась всех, человек, то сейчас процессы планирования и процессы какого-то взаимодействия практически полностью остановлены. Поэтому сейчас мы находимся в ситуации полной неопределенности, и все, что нам остается сейчас, и то, что мы должны делать, мы проводим стресс-тесты, разрабатывая несколько сценариев, возможных от самых оптимистических, оптимистичных до самых негативных, для того, чтобы понять, в каком финансовом состоянии мы выйдем в зависимости от той даты, которая, очевидно, есть в календаре, но мы ее не знаем, когда мы снова начнем показывать спектакли и начнем получать доходы. Ровно в таком же состоянии находятся все наши коллеги в Европе. Как вы, наверное, заметили, практически ни один музыкальный театр крупный в этом, этой весной не объявил планы на следующий сезон, ну, за исключением некоторых, которые успели это сделать до начала. Но сегодня уже понятно, что эти объявленные планы, ну, просто такие объявленные мечты, которые, скорее всего, не состоятся, а если состоятся, то в сильно урезанном виде. Поэтому на сегодня горизонта планирования нет. Сегодня все планирование свернулось до расчета сценариев и расчета, как бы, стратегии выживания. Об этом был мой вопрос, кстати, про планы на следующий сезон. Очевидно, что вы отложили объявление планов на следующий сезон, но как раз про европейские институции у меня был вопрос. Ряд из европейских оперных домов объявил свои планы на следующий сезон и сделал это уже после локаута. И в этой ситуации меня интересует, почему они предпочитают все-таки объявить и потом их корректировать. Очевидно, что они не с луны свалились, и они понимают, что, объявляя планы на следующий сезон, они вынуждены будут их корректировать каким-то образом. Почему, тем не менее, предпочтительнее в европейской ситуации, в ситуации Мюнхена или в ситуации Парижа, их объявить и потом их корректировать. А в России лучше не делать этого вообще. Ну, вы знаете, мне кажется, что это вообще, ну, как бы, такая, в каком-то смысле дань привычки. И многие десятилетия театры объявляли свои сезоны в феврале, в марте. И, как бы, мы прекрасно понимаем и знаем, что подобного рода объявления всегда поднимают интерес к театру и дают дополнительный доход, потому что вслед за объявлением планов, естественно, начинается продажа билетов на объявленный период и так далее. То есть, может быть, это был какой-то такой ход, связанный с привычкой, а может быть, это было, ну, я бы так сказал, непонимание, непонимание серьезности того, в какой ситуации мы оказались. Думаю, что вторая причина даже в большей степени, чем первая. Потому что, не скромно, я тоже еще три недели назад мы всерьез обсуждали открытие в мае и премьеры в мае, и премьеры в июне, я имею в виду текущего сезона. То есть, осознание всей серьезности того положения, в котором мы окажемся, оно приходит постепенно и продолжает приходить. Мы его еще не понимаем, на самом деле. На самом деле, осознание того, что произошло, мы поймем тогда, когда мы вернемся в мирную жизнь. Вот, поэтому, мне кажется, что объявили, потому что многие годы объявляли, не понимали всей сложности ситуации и всей ее опасности. Мы не объявили просто по той простой причине, что у нас объявление было намечено на 24 апреля. И мы были готовы к этому, у нас были сформированы, согласованы все планы, подписаны контракты, ну и так далее. Все, что необходимо сделать, у нас была проведена вся эта работа. Но какой смысл сейчас это делать? Потому что очевидно, что все будет выглядеть совершенно иначе. Андрей, а как в художественных музейных институциях с планами долгосрочными что-то на осень объявляется? Или вся информация полностью свернулась? Ну, в смысле, мы же объявили свое открытие еще задолго до карантина, так что мы тут в ноябре откроемся. Нам никуда теперь не деться, даже если мы не захотим этого делать, как-то мы будем из этого выкручиваться, но свои двери ГЭС-2 откроют. Плюс мне вот интересно еще по поводу планов, всегда самые долгосрочные планы, мне кажется, проходят у мегапроектов. То есть документы, например, которые проходят у нас 5 лет в Каспе, она объявляет свои планы за 4 года. И вот пока мы от нее планов, кстати, не слышали на этот плод. Мы знаем, кто будет куратором, но пока ничего не происходит. Хотя, в принципе, она должна быть вообще не сейчас. Но мы, например, знаем, что Венецианская биеннале не отменяется, а переносится все еще... Сначала она переносилась на август, кажется. На август же сейчас непонятно, что будет с манифестой. То есть вот какие-то большие фестивали, которые мы проводим, там действительно какое-то такое действительно сложное планирование. Но что касается выставок, я не думаю, что это все планируется за 3 года. Ну, то есть, в принципе, конечно, есть... Я знаю, что Тед Морнен делает программу обычно на 4 года. Но это имеется в виду, что мы знаем о том, что будет через 4 года, будучи сотрудниками Тед Морнен, на 1%. Но мы знаем, что будет через 2 года на 40%. Но мы знаем, что будет через год на 80%. Поэтому такого долгосрочного планирования нет, просто потому что бюджеты, конечно, несопоставимы художественные с музыкальным театром. Хорошо. Ну, Антон, тогда мы возвращаемся к музыкальному театру. Понятно, что горизонты составления афиши, они совершенно изменились. Но, тем не менее, вы же не можете полностью отменить деятельность, производственную деятельность. И вы вынуждены, и должны, ну, как бы для сохранения театра, планировать какие-то будущие проекты. И, наверное, вы ведете какую-то переговорную деятельность с художниками, с ко-продюсерами, с исполнителями. Особенно понимая, что свернувшиеся планы осени, ой, извините, весны, а может быть и осени, будут перенесены на ближайшее будущее, и там начнется мясорубка. Как вы в этой ситуации подходите к переговорам? Какая позиция? Выходите ли вы на заключение каких-то соглашений? И если вы ходите, то как пытаетесь работать с рисками, которые возникают с тем, что планы могут отмениться? Дело в том, Антон, что сейчас вообще, в принципе, мы оказались в такой ситуации, когда метод планирования нужно принципиально изменить. Если год назад, и даже полгода назад, метод планирования был некий совмещенный такой подход к творческие и художественные задачи плюс финансовые возможности, и при обнаружении каких-то дефицитов поиски дополнительного финансирования теми или иными способами, то на сегодняшний день этот метод полностью не работает. Сегодня необходимо планировать совершенно иначе. То есть метод планирования жизнь нам серьезно изменит, принципиально поменял. Сегодня надо планировать от реального наличия финансового ресурса. Потому что художественные амбиции на сегодняшний день, какие бы они ни были, с меньшей степенью вероятности найдут финансовое подпечение как, собственно, театрального бюджета, так и бюджетов тех наших партнеров, которые могли бы войти в этот проект или оказать нам финансовую поддержку. Ведь, понимаете, можно сегодня вести переговоры с кем угодно на практически любой срок с самыми труднодосягаемыми художниками, поскольку сегодня как-то непарадоксально, и, может быть, это такая, знаете, злая шутка судьбы. Сегодня все доступны. Кого ваша фантазия может придумать, пожалуйста, можно договариваться. Но эти договоренности будут такие, я бы сказал, ну, лукавые, потому что, ну, кто же знает, что произойдет через полгода, кто знает, в каком состоянии индустрия будет после того, как это все закончится. Поэтому сегодня метод планирования совершенно другой. Мы должны понимать и рассчитывать только на себя на данном этапе. То есть мы должны понимать реально, какой у нас есть финансовый ресурс и что мы можем в рамках этого ресурса сделать. Помимо всего прочего, очень важно помнить, что в таких ситуациях критических очень важно определить все-таки задачу. Поскольку тактику сегодня очень трудно подобрать, инструмент, ну, правда, трудно, мы ничего не знаем. Мы не знаем с вами, что будет через час, что еще отмениться. Поэтому надо заставить себя отказаться от планирования деталей и сосредоточиться на основных, главных проблемах, от решения которых будет зависеть жизнеспособность театра на длинном горизонте. Мое ощущение, что уже сейчас понятно, ну, мне, во всяком случае, понятно, что уже то, что произошло по состоянию на сегодняшний день, вынудит театр восстанавливаться на ближайшие два года минимум. Если такая ситуация продлится еще месяцев полтора-два, это может растянуться и на три года. Восстановить финансовый баланс, восстановить зрительский интерес, восстановить доходы театра на докарантинный уровень будет очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому, возвращаясь к тому, какие стратегические задачи сегодня театр, как мне кажется, должен решать. Это финансовая стабильность самой организации и финансовое обеспечение и финансовая стабильность его людей, его сотрудников. Потому что, как вы понимаете, что если не сделать это основной задачей и не решить эти задачи, любые творческие планы будут фикцией. Потому что, если нет финансово стабильного театра и людей, которые получают достойные деньги, любые творческие задачи будут фейк. Понимаете, мне кажется, что вообще очень опасно сейчас, хотя это очень соблазнительно. Это такая сейчас, такая, знаете, иезуитская ситуация при таком предложении рынка творцов, и режиссеров, и режиссеров, и сценографов, кого угодно. Сейчас очень важно понять, что принести в жертву финансовую стабильность людей, театра, развитию театра как институции, может привести к очень большим проблемам, потому что не добьешься ни того, ни другого. И в этой ситуации мне кажется крайне важным сейчас выбрать именно вот эти, определиться с этими двумя стратегическими задачами, вбить себе в голову и в голову своей команде, что это есть самые главные сейчас задачи, которые надо решать. И от этого и строить инструмент. то есть стресс-тесты показывают, например, что если мы не откроемся в этом сезоне, а вероятность такая существует, да, и здесь надо очень реалистично смотреть на вещи, поскольку, ну, ясно, и мне кажется, что это такое, знаете, из области Волга впадает в Каскийское море, что нас будут открывать последним, поскольку специфика нашей деятельности, вот она никак не предполагает соблюдение тех норм, которые сегодня являются как бы самым главным. Я имею в виду и социальные дистанции, я имею в виду и всего того, что связано с большим скоплением народа в ограниченном пространстве, будь то зрительный зал или сцена, или закулисье, там же все вместе варятся. Поэтому, скорее всего, нас, как и, наверное, крупные спортивные, концертные, филармонические институции будут открывать последними, когда как бы опасность заражения будет или нулевая, или ну какая ничтожно маленькая. Значит, стресс-тесты показывают, что если мы не откроемся в текущем сезоне, то ни одного нового спектакля в 2020 финансовом году мы просто финансово не вытащим. Это просто невозможно сделать. Если мы ставим задачу, да, что театр должен функционировать при этом, и люди должны получать заработную плату, если мы откроемся в июле, то возможно какой-то проект мы сможем один-то если мы откроемся в июне, может быть даже два проекта мы сможем то есть мы сегодня считаем в каком-то смысле от обратного если, скажем, год назад мы строили творческие планы, брали финансовое обеспечение, которое мы можем найти и шли к попечителям, шли к партнерам, искали сопродюсеров, то сегодня да, картина совершенно другая сначала мы обеспечиваем дом а на то, что остается мы смотрим что в первую очередь надо выпускать и при определении что в первую очередь надо готовить мы тоже должны ясно понимать что может быть в ближайшие два-три года нам надо сосредоточиться на тех названиях которые очевидно будут кормить театр понимаете когда у машины кончается бензин да ее надо сначала заправить а потом пытаться уже куда-то ехать и вот если образно выражаясь то на сегодняшний день мы состоим с сухим баком и пока мы этот сухой бак не наполним ликвидностью говорить о амбициозных творческих проектах ну можно конечно но мне кажется что для руководителя это будет немножко безответственно потому что пройдет совсем короткое время и в кабинет придут артисты и скажут секундочку да а учитывая тот факт что мы с вами сегодня и видим и слышим и как взрослые люди понимаем что ответственная финансово обеспеченная аудитория реально теряет доходы а некоторые и в значительной степени теряет работу то говорить о том что завтра мы откроем двери и в театр в театральную кассу выстроится очередь ну мягко говоря наивно то есть мы прекрасно понимаем что народ пойдет в театр но пойдет ли он в театр за те деньги которые это зрители платили два-три месяца назад это большой вопрос это прям большой вопрос Андрей у вас был вопрос какой-то у меня короткий был вопрос связанный как раз с последним высказыванием мне всегда интересовала экономика и прежде всего экология музыкального театра потому что эти огромные события с гигантскими декорациями очень дорогостоящие постановки большие вещи как вы думаете с кризисом что-то из этого поменяется или все или все же просто мы будем иметь чуть меньше спектаклей но настолько же дорогих и прекрасных это Андрей это очень индивидуальный вопрос мы вот на тех субъектах буквально позавчера которые мы естественно проводим по прежнему по средам но теперь в режиме онлайн я как раз ставил задачи перед коллегами что ближайшие сдачи макетов которые у нас будут происходить и в апреле и в мае и они тоже будут происходить онлайн естественно мы должны как никогда тщательно относиться к технической сложности того что нам предлагать потому что сегодня мы ясно должны понимать что оперный или балетный спектакль который мы берем в работу и который требует на монтаж два дня нам не подойдет и не только потому что это дорого а потому что сегодня мне надо придумать такую модель ротации репертуара чтобы артисты были заняты шесть дней в неделю потому что вы понимаете что сегодня произошло применительно вот конкретно к музыкальному театру которым я руковожу больше всех пострадали артисты потому что значительная часть заработной платы артиста это его участие в спектаклях которых нет выхода если артист не выходит на сцену помимо того что он теряет форму теряет мотивацию но это все ясно он еще теряет конкретно деньги поэтому первейшая задача на ближайшие полгода наполнить карманы артистов деньгами которые они могут зарабатывать играя в спектакли поэтому сегодня позволить себе пустые дни где монтируются и размонтируются декорации но воровать людей деньги ну да это прям я думаю что совсем никуда не катится поэтому второй вариант понимаете здесь возвращаясь к вашему вопросу Андрей понимаете можно же искать пути разумного удешевления проектов не только таким ну как бы способом общаясь с художником сделайте нам спектакль на двух стульях можно конечно и так но вариантов на самом деле гораздо больше потому что сейчас открывается на мой взгляд ну уже прям вот что называется вывалилась на стол проблема совместных постановок внутри российских театров и сегодня это уже не дай моде а это сегодня способ выживания и если еще полгода назад когда я говорил с некоторыми коллегами о возможных совместных постановках между театрами внутри России на меня так посматривали немножко ну как бы так то сейчас это просто реальный выход потому что можно сделать один спектакль на трое и даже прокатать его внутри одного сезона на самом деле абсолютно абсолютно понимаете я могу сказать что из того месяц практически прошел сегодня ровно месяц были закрыты публичные мероприятия в Москве понимаете есть и плюсы я вам серьезно говорю совершенно без всякого кокетства есть и плюсы они серьезны вот понимаете я за месяц вам точно могу сказать что система удаленной работы в нашем театре останется конечно не для всех но для определенной части офиса она 100% останется потому что она показала на мой взгляд очень хороший результат но вам не нужно экономить на аренде недвижимости ну понимаете оказывается проблема с нехваткой рабочих мест внутри здания это надуманная проблема потому что сегодня на удаленке в театре работает 80 человек и я уверен совершенно что ну треть из этих людей могут спокойно оставаться на удаленке в мирное время и процесс от этого не пострадает образовательный проект студия наш проект который девочки которые быстро и очень качественно придумали специальные продукты именно для онлайн режима да выяснилось что помимо тех наших программ которые мы проводили в театре и которые мы естественно возобновим когда откроемся вот онлайн продукты надо оставлять потому что посещаемость онлайн продуктов образовательной программы выросла в три раза по сравнению с тем что было в оффлайн в три раза за три недели и это означает что мы можем в онлайн режиме охватить гораздо больше аудиторию чем когда мы проводим оффлайн мероприятия в в самом театре ну вот это то что просто лежит на поверхности понимаете а вопрос вы задали Андрей абсолютно правильный конечно гигантомания сейчас не будет сильно востребована так же как все что касается гонораров наших коллег я имею ввиду и европейских и российских коллег сейчас все очень сильно скорректируется так же как и услуги компаний которые изготавливают по заказам театров декорации ищут костюмы делают бутафорию делают реквизит этот бизнес тоже сейчас как вы понимаете находится ну мягко говоря в очень опасной зоне потому что количество премьер в Москве но по моим прогнозам сократится втрое а значит и бизнес может сократиться втрое следовательно надо возвращаться к ценообразованию и смотреть если мы этот стул производили за 5 рублей и на него были желающие то сегодня его за 5 рублей никто не купит может быть его делать за 0,50 и найти способы как это делать так чтобы не в убыток себе Антон а у нас остается очень мало времени если позволите я задам еще раз вопрос который меня волнует в перспективе после кризиса все таки мы понимаем что мы переживем этот кризис будем дальше как-то жить можете ли предложить коротко буквально Блиц какие-то механизмы которые позволят хеджировать каким-то образом снимать те риски связанные с производством оперных и балетных спектаклей все что можете придумать контрактные страхования организационные ну смотрите вот это очень Антон здесь очень много зависит от того что у театра было напланировано по состоянию на условное 16 марта 2020 года если у театра было напланировано там хотя бы на 2,5 на 3 года вперед сейчас надо понять что нужно точно оставлять и почему имея в виду те стратегические задачи которые я для себя во всяком случае сформулировал а от чего можно отказаться или переносить на будущее это первое второе что касается хеджирования и что касается возможности максимально быстро выскочить конечно надо искать партнеров я считаю что совместные постановки внутри страны сейчас и надо быстро искать партнеров заинтересовывать коллег в том чтобы делать это вместе безусловно нужно принципиально изменить подход проката значит сейчас необходимо прокатывать максимально многонаселенные спектакли как оперные и балетные и давать людям артистам возможность зарабатывать и помнить что все равно именно такие спектакли привлекают больше зрительских интерес вот как бы и очень внимательно считать конечно бюджеты и внимательно закладывать и очень консервативно закладывать доходы в план 20-го и 21-го года очень консервативно спасибо большое друзья мы должны заканчивать понятно что это разговор который требует продолжения и какие-то конкретные механизмы еще наверняка будут всплывать мы о них будем говорить спасибо большое Антон надеюсь мы вернемся к долгосрочному планированию и к большим проектам достаточно быстро горизонт этого планирования такой же неопределенный как и все остальные но надежды пытаемся сохранить спасибо Андрей спасибо Антон спасибо пока пока